что ты просишь что ты просишь кстати кто не знал у меня две кошки вот такие вот две кошки что ты кофе хочешь тоже вот это хочешь как в рекламе знаете а кто это еще всем привет мне захотелось вам резко показать свой уход за волосами я просто вышла из душа и решила что почему бы не поделиться во первых когда я выхожу из душа в это много раз рассказывала что я держу полотенце не наверху такую штуку а снизу для того чтобы волосы не перекручивались не ломались и все в таком духе как вы знаете у меня биозавивка и но она уже конечно спадает потихоньку но все равно волос травмированный поэтому я стараюсь делать такой уход который с одной стороны будет держать эти кучеряшки насколько это возможно а с другой стороны не будет еще сильнее как бы наносить урон волосам потому что и так и не очень хорошо и первое средство называется голливудские локоны это моя любимая белита это белорусская косметика она очень бюджетная и у меня очень много всего от белиты я просто правда люблю насколько я знаю в россии тоже можно найти но мне почему-то какая-то такая идея фикс у меня о том что все обманывают лучше короче покупать у страны-производителя прям непосредственно там что типа будет лучше просто мне нужен был какой-то спрей для укладки моих кучеряшек и я выбрала этот вот я на самом деле пширку много потому что от кучеряшек почти ничего не осталось и просто соответственно делаю такие движения следующий шаг это вот такой вот спрей 17 в одном я заказывала в золотом яблоке начинается как она пахнет она пахнет кокосом и последний штрих это масло для волос у меня сейчас за акт это я короче смотрелась вчера перед сном вог с селены гомос я ее обожаю просто селена гомос это ну типа знаете у каждого наверное неважно там мальчик девочка парень девушка есть какая-то любимая знаменитость которых хочется встретиться больше всего и вот у меня с самого детства моя любимка была селена гомос вообще хочу новом году сделать опять что-то с ими волосами все не имется потому что даже то что вот я вам показала это просто какой-то но это что-то минимальное для того чтобы не то что в приличном виде это как бы без этого всего бы прилично выглядела просто хочется заботиться о своих волосах ну обо всем заранее да понимаете никогда уже все плохо конечно же я объективно понимаю что есть косметика намного лучше и в общем если я под это сделаю total blonde то это будет супер какими-то крутыми уходовыми средствами про блонд я не мечтаю про что я мечтаю так это про нарощенные волосы не сказала про шампунь я сейчас пользуюсь с ют бай джулия годанова пару слов хочу сказать про премиальные бренды косметики для головы я пробовала когда парижа была марканойл я пробовала олаплекс и вроде бы все и вот 3 это из таких самых популярных это кирин мёрфи шампунь и бальзам идут ребят я могу сказать на сто процентов когда товар стоит своих денег я как какой-то продажник этот магазин на диване из-за того что он очень дорогой я буквально вот такую вот капелюшечку выдавливаю результат просто ни с чем не сравниться еще есть такая масочка даже посмотрите просто насколько вот красивые details видно вот такая тут орнамент интересный это маска от ори бэм косметику юлия я просто очень люблю юлю ну как блогера как бьюти инфлюенсера я в целом тоже слежу за ее рекомендациями и все что я пробовала мне все очень нравилось поэтому я не могла не попробовать ее косметику надо будет подольше наверное поиспользовать но по самому вот знаете процессу для меня очень важен еще сам процесс этого ухода всего за собой то есть насколько вот так так тибельная тактильная баночка насколько приятный аромат насколько вот ну как бы сам процесс понимаете поэтому это вот те средства которые я точно могу рекомендовать у тебя еще конечно же ее патчи они прям вопрос к девочкам которые меня смотрят пожалуйста напишите в комментариях у вас тоже так вот я с ним проснулась я записывала своей подружке кружочек что вообще нет так ужасно сегодня выгляжу стоило мне сходить в душ вот эти все вот девчачью ротину сделать и я смотрю все и думал боже как можно было родиться такой красивый и вот это биполярка она меня очень напрягает cool cool thank you for sharing kate what about you i have never had you are muted too that's okay i have never had this experience but i really want to try something like this because i think it like it's just interesting because i prefer warm climate uh like how to to cold climate yeah exactly i prefer a warm climate too yeah and uh last year we went to thailand but right after the new year so okay because christmas christmas is more religious so you wouldn't go like outside smashing the plates for religious holiday probably в общем ребята я сейчас упаковываю подарок для моего фанта как вы помните это моя мама и я вот распечатала такие атмосферные картинки кстати этот калаш я делала сама это просто картинка я сейчас все ровненько вырезаю буду приклеивать и короче все вот такое тематическое со смыслом сейчас я вам приоткрою завес почему именно такая надпись потому что здесь вот такой вот бренд если вы знаете алик у нее появился свой косметический бренд так вот коллекция inner child такой тематический подарок с одной стороны это вроде бы просто да бьюти всякие штучки что это скраб баттери я уже не помню но с другой стороны это наша с мамой такая локальная ну в общем то что поймется только она когда откроют почему это связано с детством и соответственно картиночка здесь тоже такая детство ссср немножко я долгое время не пересматривала именно перед ну знаете гарри поттер такой новогодний фильм но я не пересматривала его потому что первый раз я его посмотрел уже будучи взрослый в осознанном возрасте не знаю в детстве реально я не читала не смотрела гарри поттера но не суть я посмотрела первый раз с с очень дорогим для меня человеком в прошлом и да на самом деле всегда он будет тоже к моему сердцу даже если его сейчас нет на жизни в общем не суть и из-за этого короче я боялась пересматривать потому что я боялась что ну типа знаете вы смотреть и мне все будет навеивать тот вайп я слаблю жесткий загон но на самом деле нет все как ни странно просмотр прошел отлично я как-то знаете это иногда сами себя накрутим и не можем что-то сделать то что хотим потому что там боимся что что-то там но это можно к любой ситуации так не понимаю ребят ровно вам наверно кажется что ровно мне кажется что не совсем и это можно в общем к любой ситуации применить когда мы не себя накручиваем раньше времени а на деле когда ты уже соответственно берешь и ручками делаешь то не так все и страшно идеально не будет но просто мама она такая знаете очень не то чтобы приверела но просто вот она любит когда все очень красиво очень аккуратно очень все ровненько и я в целом тоже это люблю но я переживаю чтобы ей понравилось и меня всегда восхищали такие подарки как там первое издание книги например вообще книга это реально мой любимый подарок мне все друзья все знакомые всю жизнь дарят мне книги потому что я очень люблю вот я сейчас сижу смотрю на свою коллекцию книг иногда перечитывать и просто ты вот открываешь книгу ну вот я я навсегда такой человек мне просто такой стану из человек консерватор который очень чтит прошлое и в общем вот все что касается там электронных книг да там не знаю аудио я еще могу послушать то вот ты берешь эту книгу ты открываешь ты просто даже запах а все на все как будто бы тебя возвращает вот тот момент жизни там например к тому человеку который тип были ребят криво капец надо снимать к тому человеку который тебе подарил эту книгу к тому моменту жизни в общем я очень это все люблю я в каком-то видео делал обзор своих любимых книг но на самом деле я потом пересматривал я иногда пересматриваю своего вида я потом только пленка ты же еще не сказала про ту 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 поэтому если вы хотите от меня вторую часть моих любимых книг то пишите в комментариях просто вот эти вот какие-то обычные подарки не знаю вот они меня максимальный из из себя и как-то вот одно дело я люблю подарки когда люди составляют допустим вишлисты когда ты это те это реально очень надо это может быть какая-то обычная вещь на допустим ты ее очень давно искал хотела ли там но но когда подарки с историей это просто развивать не сердце когда человек там знаете подумал запарился так я сейчас сижу вам потом посмотрю как я все это вырезала чтобы ей было красиво чтобы не было приятно что мы все было прям прямо и когда люди запариваются знаете из других стран везут подарок нас просто в этом году такая концепция очень простая с семьей мы решили как бы сэкономить денежку на путь поездку то вот знаете когда начинаю говорить про деньги не знаю как мне правильно выражаться мама вообще не могла выбрать ничего ну как бы своему фанту мы типа делимся в процессе ощущениями там как ему сложно не сложно тетя моя вообще проговорились вот когда мы еще тянули фанта я дарю как бы тоже обычные вещи участием не доделал этот отсюда веселье это закончится у меня я вам расскажу что именно покажу вторую часть вторую третью часть как на самом деле интересный чок таком подарит если люди сейчас вот смотрите этот влог и не понимаете о чем я говорю типа почему какие фанты какие санты то посмотрите у меня есть видео на канале где-нибудь здесь или здесь появится плашка это по моему предыдущий влог вот я просто декабре что на меня какое-то вдохновение на влоге снизошло и я там подробно рассказала про то что что за прикол как вы придумали с семьей поэтому посмотрите и возвращайтесь к нам вообще у меня youtube это просто настолько мой дневник жизни это ну я просто я уже сейчас вижу себя счастливую через несколько лет и где я себя благодарю за то что я снимала вообще знаете это столько времени на это все уходит я ну как бы все думал что даже если я не залечу в реки то это блин останется для меня для всей моей семьи такой память мало что-то полезного рассказываю слишком много делюсь чем-то личным наверное хочу про это да в том числе на ютубе рассказывать что это часть меня часть моей жизни и наверное вдохновлять тем самым людей делать то же самое в общем я стараюсь заниматься благотворительностью сколько настолько насколько как бы я могу сейчас потому что как мне кажется у многих людей это блуждение о том что типа что они не могут помогать другим людям потому что у них недостаточно сейчас денег и вот когда они разблаготеют они будут помогать другим хотя с другой стороны я знаю очень много историй про людей которые допустим они вообще немного зарабатывают им там серии самим еле хватает на жизнь но при этом они более щедрые чем те у кого много денег ну короче никого если что не осуждаю просто я мысленно делюсь своими рассуждениями так вот и в этом году мы с мамой участвуем в предновогодней такой акции если вы хотите сделать какое-то доброе дело то вы можете написать мне либо здесь я в принципе все читаю все одно все отвечаю либо можете в инстаграме мне написать и мы вместе с вами что-нибудь хорошее сделаем потому что вот я очень рада я не знаю если даже хотя бы кто-то вот например посмотрит это видео и хотя бы у одного человека закрадется такая мысль и он пойдет сделает что-то доброе там бабушки продукты видели эти риос их много что это такое сделать то что я знаю на самом деле по себе даже что делать добрые дела это не всегда просто иногда ты страшно ты стесняешься но можно же анонимно делать какие-то пожертвования в различные фонды в общем я к тому что если это этот мой монолог это мое видео послужит тому что кто-то захочет что-то такое сделать то блин я буду очень счастлива так кстати я себе распечатала для дневника хочу такой story tell про детство сделать всем же знакомы вот это вот эстетика рожденные двухтысячных но это такие на люксе да и совсем немножко вот здесь в общем такой блокнотик очень красивый блокнот для тех случаев когда ты счастлив не знаю он прям очень такой очень красивый я знаю что маме он понравится потому что я такую авантюрку провела с тем чтобы узнать нравится он ей или нет и третий подарочек это вот такая вот свечка со вкусом пряного глинтвейна потому что ничего особенного просто мама очень любит глинтвейн знаете на вайлберисе есть обычные свечки вонючки их называю которые с очень такими дешевыми запахами да можно так сказать а есть свечи в общем такой категории high class plus level что несу ребят мне пришел подарочек который я в этом году купила сама для себя я решила что я не могу без этого обойтись на самом деле это первый раз чтобы я что-то себе дарила в общем мне пришла вот такая вот расчесочка тангл тизир я вам много раз рассказывала мне кажется во всех влогах о том что это самые лучшие расчески я их просто обожаю это серия расчесок и укажет свое применение то есть они все разных форм разных размеров потому что все мои девушки тоже разные у кого-то тонкий волос какой-то густой в кого-то кучерявый вот кстати моя старая расческа она уже просто в ужасном виде вот так вот вам ее покажу знали бы вы чем я сейчас буду заниматься в общем мы распотрошили нашу елку поделили на несколько частей вот такой вот у нас такая задумка здесь чтобы она в общем не нужно чтобы она стояла и моя гениальная мамочка которая очень любит создавать ее дома в этот раз додумалась заказать 50 метров гирлянду представьте себе 50 метров на минуточку и у нас таких чтобы вы понимали 4 или 5 штук потому что мы живем в своем доме у нас высокие потолки их нет практически ну короче крыша потолков нет и соответственно у нас елка очень большая наша елка минуточку стоит 100 тысяч рублей чтобы вы понимали не нужно в общем разделили ее на несколько частей поделили между жителями этого дома 23 45 завтра рано утром мне нужно ехать в питер и мне нужно сегодня край это сделать потому что до нового года остается не так много дней все выходные будут заняты я вам все покажу на остаемся остаемся в этом влоге я не представляю как я сейчас буду ее мотать тут очень тяжелая схема тут нужно просто вот начиная вот отсюда каждую каждую веточку представьте каждую веточку обмотать прикол самый большой в том что мама нам показывала как это делать в понедельник а сегодня пятница и я за неделю уже все забыла мама сейчас на корпоративе то есть мне даже не спросить помощи и смотрю гарри поттера для атмосферы потому что это единственное что может меня спасти наша субботняя транзиция у меня вибрирует сердце что победит олег я желаю тебе победы сейчас разочарованы и в недоумении пожалели причем олег сам по олег сам его жалел он сам грел пускай он будет с нами только я запарилась какое оно такое у тебя под старину вообще это я писала в 2019 году когда исполнялось 11 лет и аня сказала что она вообще не помнит этого письма ты его сохранишь красивые слова писала мы с они собрали новогодний пазл сначала было сложно потому что все казалось нелогично видите некоторые детали вот например полностью аналогии вот этого мальчика только это такой пазл у нас не сходилась короче картинка мы не понимали или вот где тут Вот, например, птичка где-то была, вот бокал шампанского. Мы думали, что вот оно, шампанское. Ну, короче. Тебе понравилось? Пошли собирать. Такое новогоднее настроение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Догадай желание, и я должен выполнить все. Этот бенгажский огонь догорит, как этот год. Несите другой. В этот новый год всем нам повезет. Я найду под елкой. Ребята, иду с танцев. Посмотрите просто, насколько красиво украшен город. Хотя это вообще далеко не центр города. Новогоднее настроение в Петербурге просто. Хочешь не хочешь, а оно создается. Взяла блинчик в тюремке, чтобы подкрепиться после тренировки. Все чуть позже вам расскажу. Предлагаю вместе сделать распаковку подарка от Алины. У нее свой бренд «Исцеленная». Я предполагаю, что это что-то отсюда будет. Я еще, кстати, не открывала. Ну, как я и думала, в общем, у нее есть, можете посмотреть, изучить бренд, там футболки есть. Но также вот такие вот крутые стикеры. Давайте с вами их вместе рассмотрим. Они очень красивые. Мой любимый вот этот. «И сказал Бог, возлюби врага своего, я послушался и возлюбил себя». Вот это тоже крутой человек и без лав просто щеки. Поэтому наклеюсь я тоже на Чу-Колу, буду нести эту идеологию в мир. И очень приятно, что Алина всем сделала такие подарочки, тем, кто к ней пришел. Это было бесплатно, если что. И, блин, вообще мы очень классно провели время вместе. Я очень редко на такое выбираюсь, к сожалению, потому что я живу, как вы знаете, не в самом Питере. И иногда мне просто не заставить себя, честно говоря, потратить день, ну, действительно, с дорогой, то-сё, с сбором. И чаще всего я такая «Ай». А тут, короче, мне очень понравилась сама идея. Я подумала, что Вай будет классно. Мы, кстати, танцевали под песню, новогодняя песня А4, Джонни, Крид и Лимбо. Это такая забавная песенка. Как бы просто наблюдаю за Кридом и за А4. Я не думала, что я реально кто-то слушает. Просто это не в обиду этой песни, просто она такая, она любитель. Я не знаю, наверное, многие из вас не знают, особенно кто меня, может быть, впервые смотрит. Я всю жизнь занималась танцами разных абсолютно направлений, но я получила травму. У меня была, ну, и есть, скорее всего, ещё до сих пор. Мне кажется, она никуда не ушла. У меня же позвоночная грыжа, если быть точной. Ну, вот из-за танцев у меня появилась эта грыжа. Хотя многие говорят, да, танцы для девочек. Что может быть лучше? Ну, это всё очень индивидуально. И, в общем, я танцы очень люблю всей душой и телом. Но вот, к сожалению, за грыжей я не смогла продолжить ими заниматься на каком-то таком крутом уровне. Поэтому я вот так вот выволозна. Есть такое слово? Раз-два в год я могу ездить на какие-то мастер-классы, если мне очень нравится там хореограф, подкликается то, что он делает. Но каждый раз, в чём проблема? Мне очень много времени занимает, чтобы вот это вот раскрепоститься, вообще вспомнить, что я вообще умею танцевать, да, и каждый раз это такая проблема. Но я постараюсь в новом году ездить чаще. Я была к зимам. Я приехала домой, меня встретили родители. Смотрите, какая у нас новогодняя сказка. Просто жить зимой где-то за городом, там ещё нет. Итак, мне пришла вторая часть моего подарка самой себе. Это зубные щётки Кура Прокс. Ребята, вот пишите реально в комментариях, если я супер странная. Я догадываюсь об этом. Но я прям очень не хотела. Это, ну, считается самым... Пустьян, давай, ты сможешь. Ну, постоянно вот эти вот приколы. Всё, молодец, молодец, запрыгнул. В общем, этот бренд Кура Прокс, он считается, насколько я знаю, вообще самым лучшим среди зубных щёток. И вот я очень давно хотела попробовать. В общем, как я вам уже говорила, для меня просто очень важно, чтобы такие вещи для ежедневного пользования были максимально хорошего качества, чтобы прям с самого утра задавать себе настроение. А, ну или вам принесли. И с девочкой вы вдвоём стали участвовать. Всё. Здесь мы упаковали машинку для мальчика. И вот здесь вот пакет со сладостями Kinder. Кстати, бантик, самодельный бантик. Из-за того, что лента... Ну вот, есть две категории лент, правильно я понимаю? Вот такая вот мягкая и вот такая вот, как бы, более бумажная. И у нас не получалось сделать красивый бантик. В итоге, короче, мама просто ножницами сделала вот эти завихлюшки. И мы просто что-то такое накрутили, похожее на бантик в центре. И получилось очень даже. Бренд, с которым работает моя мама, сделала нам такой небольшой подарочек. Вот я хочу вам порекомендовать сгущёнку, органик сгущёнку. Наша семья с белорусской души просто обожает сгущёнку. Видите, здесь даже, как бы, этикетка очень напоминает вот эту знаменитую белорусскую сгущёнку. Но она органик, и она очень сладкая. Вот я просто хочу вам показать, как баночка выглядит. В общем, она такая немножко со сладковатым привкусом. Но вот я не знаю, правда, где это можно купить. Да, может, на Wildberries и поищите. Но если вы найдёте, я уверяю, она вам очень понравится. Вот здесь, кстати, соцсети их есть. Можно написать на турпродукт. Вот, поэтому я очень хочу посоветовать её для таких же любителей сладенького. Но чтобы это было плюс-минус какой-то пользой, если так можно сказать. Когда вы будете делать перепросмотр вашего года, обратите внимание вот ещё на что. Дело в том, что дух источника рассказывает нам и учит нас тому, что в нашей жизни есть великие ценности. Вы смотрите на достижения других людей, вы смотрите на жизнь других людей, и вы просто повторяете. И вы просто копируете, вы ориентируетесь на других в своей жизни. Я сейчас жду начала медитации. Решила быстренько выйти к вам, рассказать вообще, что это за кусочек. Я на турпродукт показала. Я уже второй год прохожу марафон предновогодней Вани Маркович. Возможно, кто-то, кто меня смотрит, знает Марго Савчук. И вы понимаете, о чём я говорю. С Вани начался мой духовный путь. То есть я понимаю, что сейчас в современном мире есть очень много различных учителей, практик, методов, способов познания себя. И я на самом деле стараюсь изучать всё, что есть. То есть медитации, какие-то арт-практики по типу нейрографии недавно появилась. В моём поле, в смысле. Йога, ароматерапия. В общем, всё. Деньки благодарности, деньки такие-сякие. Короче, очень много всего. И мне кажется, тут просто важно выбрать, что подходит именно вам. Конкретно мой путь. Сейчас скажу, когда. На первом курсе я, по-моему, была, то ли на втором. Три или четыре года назад уже начался мой путь в этом всём, познании себя, когда я поняла, что что-то происходит не так. Я живу как-то не так. Как раз-таки мой путь начался с Вани, с медитации. Я не помню, как называлась эта медитация. Она длилась 16 минут. Это я помню. Я после неё распакалась. Хотя что-то где-то мне не подходит, честно скажу. Я не воспринимаю вообще ничего за стопроцентную истину. Потому что так или иначе, что-то где-то нам больше подходит, что-то меньше. Но вот этот новогодний марафон я прохожу второй год. И он супер мне помогает именно, знаете, вернуться в состояние осознанности. Как это модно сейчас говорить. Ну, в общем, такое некое состояние покоя для самой себя. Потому что декабрь, как мы знаем, самый напряжённый, нервный, стрессовый месяц. И действительно можно и сорваться, и на близких. И это то, что я точно бы не хотела делать. Вот, кстати, медитация уже началась. Поэтому сейчас быстренько договорю и убегаю. Поэтому для меня очень важно проживать правильно эти 12 священных дней. Это от католического Рождества 24 декабря до 6 января. Христианское Рождество длится 12 священных ночей, которые считаются очень важными для того, чтобы, в общем, в каких качествах ты их проживаешь и какой фундамент ты закладываешь себе на будущий год. Если вам интересно, можете написать в комментариях, спросить что-нибудь про это. Я в следующем влоге буду рада поделиться своими мыслями, своими осознаниями. Но в целом, если из основных таких моих инсайтов это то, что в мире всегда будет что-то происходить, что-то, что нам не нравится. Мы не можем отвечать и быть ответственными за всё. Но то, что мы можем, это контролировать себя и своё состояние. То, в каких качествах мы проживём каждый день, как мы относимся к другим людям, думаем ли мы вообще про них или мы думаем только про себя. Во влогах как-то мне легко всем делиться, а в сторис там больше именно, я знаю, что там смотрят мои друзья, знакомые. Мне было страшно, но я выложила с той мыслью, что типа не то, что обо мне подумают, а с мыслью о том, что, возможно, кому-то я смогу этим помочь и подтолкнуть их, и показать, короче, что важен именно путь, а не столько конечный результат. Ну, в общем, у меня уже мысли путаются, честно говоря. Сейчас 10 вечера, вот, я буду делать медитацию и уже ложиться спать, поэтому увидимся через секунду.